За последние 10 лет у региона минимальный уровень регистрируемой безработицы. В прошлом году трудовые места обрели 23 тысячи человек. Комитет по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции подвел итоги своей работы за прошлый год. В областном центре количество безработных сейчас составляет 0,5%. Число вакансий заявленных работодательных служб занятости населения на 1 января 2013 года состояло почти 6 тысяч единиц. Увеличившись почти на 1800 человек по сравнению с 2012 годом. 6 тысяч вакансий – это серьезная проблема для города. Я думаю, что сегодня необходимо и с нашими уважаемыми работодателями, союзом промышленников, предпринимателей Ивановской области, с департаментом образования вообще более активно проводить такую наступательную позицию, связанную с тем, чтобы эти вакансии закрыть. Однако стоит уточнить, что большинство вакансий, как правило, с минимальной оплатой труда или с зарплатой ниже прожиточного минимума. Причем выполнение одной и той же работы может оцениваться по-разному. В разных муниципальных районах Ивановской области предлагаемая работодателями заработной платы вот по такой нашей профессии, очень такой известной, как швея, она варьируется в пределах от минимального размера, например, в Лухском, Вичугском, Заволжском, Ильинском районах до 20-30 тысяч рублей в городах Иваново-Тейково. А между тем, швея – профессия в области самая востребованная. 12% всех вакансий связаны именно с этим видом занятости. Реализация инвестиционных проектов на территории региона подразумевает создание новых рабочих мест. Средняя заработная плата – 15-25 тысяч рублей. Наиболее востребованы являются такие специальности, как крановщики, электрики, работники вспомогательных процессов, водители, механики, лаборанты, операторы. Рабочие руки требуются и еще будут требоваться во время строительства жилого комплекса «Новая Ильинка» строительство завода по изготовлению теплоизоляционных плит. Крупные проекты запланированы и в сфере сельского хозяйства. В полях и на фермах дополнительно будет организовано более полутора тысяч рабочих мест. Елена Белова, Сергей Кольков, РТВ Иваново.